Ребят, всем привет! Сегодня нам предстоит клеить гипсовые 3D панели. Давайте я вам покажу наш вариант. Вот такие вот можно горизонтально делать. Сегодня вот вертикальные полоски. Начать бы я хотел вообще не с укладки, не с разговора про подготовку, а о том, что если вы заказчик, я вам такие панели использовать в ремонте не рекомендую. Если вы мастер, то 10 раз подумайте, при чем за такую работу взяться. Все те мастера, ребята, знакомые, которые вот этим вот видом отделки занимались, все ругаются. Редкое дерьмо. Всегда очень муторно, всегда очень трудоемко. И практически никогда нельзя, если мы говорим о мастерах, заработать достойных денег. Если мы говорим о заказчиках, тут есть свои минусы. первые, я вам сейчас сразу покажу. Ох! Ёлы-палы! Тут хуже и стоит. Ну вот, смотри. Не то, что реставрировать. Просто в очко она посередине. Это не от того, что ее таскали, она просто, блин. Вачело, блин. Ну, он сейчас, я на камеру даже покажу, раз уж. Вот такая история, вот так это Ачело выглядит. Смотрите, это вторая коробка, причем не первая сломанная плитка. Одна была чуть сломана. Конкретно вот эта просто, я бы сказал, вачело. Че он сказал? Вот, даже реставрация в этом случае может не помочь. Соответственно, к чему мы приходим? То есть, заказчик взял панель, исходя из квадратуры. Никакого запаса не предусмотрел. У нас уже, получается, на второй коробке две разбитые плитки. Гипсовый, вот такой вот материал очень хрупкий. Чем тоньше 3D-панель, тем она еще хрупче. Пару раз ее с места на место переставили. Это даже не на квартире, это может быть на складе, может быть в пути, при разгрузке. Все, они треснули. Никак определить, что они сломаны визуально нельзя. Соответственно, мы получаем большое количество брака. Это касается не только 3D-гипсового панельного, но также и гипсового декоративного камня. И там очень тоже большой процент брака. Но на самом деле это все лирика. Если, конечно, приложить усилия, когда все закончится, интерьеры с 3D-гипсовыми панельами смотрятся зачастую очень достойно. Тут я скрывать не буду, поэтому, по сути дела, их часто и покупают, и выбирают для оформления своего дизайна в квартире или дома. Ну что, нормально? Нужно. Выключайся. Давайте теперь поговорим о подготовке стен. Потом мы перейдем к конкретно сегодняшний случай разметки. И после чего поговорим о подготовке гипсовой 3D-плитки. Тут все очень важно на самом деле. То есть подготовка стен у нас стандартная. Была штукатурка по маякам. Потом армирующая сетка стеклотканная. И сверху замазали базовая шпаклевка. В принципе, этого достаточно, чтобы впоследствии клеить гипсовые панели. Единственное подчеркну, что штукатурка обязательно нужна ровная под поклейку поверхность. После чего пару раз мы загрунтовали. В процессе вы поймете, почему мы грунтовать будем чуть больше, чем обычно. Это связано с выбором материала, который сделал заказчик. Тут совет он, к сожалению, не спросил. Я бы посоветовал. Но он не стал. Некоторые считают, что они чуть умнее мастеров. Дело даже не в том, что заказчик на свое усмотрение выбирает материал. Просто иногда в магазинах есть консультанты. Точнее, иногда они есть всегда. Просто в магазинах есть свои консультанты, которые занимаются продажами материала. Они дают свои советы. Иногда заказчик считает, что это истинная первоисточники. И уже у мастера не спрашивают. Но вот конкретно в этом случае продали клей для плитки белый на цементных вяжущих. Цементные вяжущие конфликтуют с гипсом. Соответственно, они могут повреждать гипсовую кристаллическую решетку. В этом нет ничего хорошего. И поэтому нам хорошо надо стены гипсовые грунтовать. И саму плитку мы тоже будем в процессе заднюю часть грунтовать. Это обязательно. То есть со стеной понятно. Теперь с разметкой. У нас получается не вся стена из гипсовых 3D панелей, а будет просто панно. Соответственно, мы берем центровку, где будет стоять кровать. И размечаемся, исходя из этого центра. И не докладываем доверку где-то 8 сантиметров. Потому что будет впоследствии идти натяжной потолок. Также обращу внимание, конкретно в нашем случае, о случае с гипсовой плиткой. Потому что она изготавливается вручную практически всегда разная. То есть отлита она не очень хорошо. Ее не особо стягивали. Но, если, ребята, у вас будет гладенькая плитка, ее иногда там красивенько затирает формочки. Возьмите перед тем, как грунтовать, обязательно в порядке сделайте насечки на плитке. Это придаст вашей гладкой плитке, если она гладкая плитка, дополнительно от гелью и сверху с поверхностью и глины. То есть это хороший вариант. Потом взяли, получается, кисть смели. Мусор, чтобы не оставался. Вот. И получается потом, прям так от бельника, загрунтовали грунтовкой глубокого проникновения. Если это сделать и два раза, будет даже лучше. Соответственно, тем самым, как я говорил, вяжущие из цементного клея не будут долбить нашу гипсовую кристаллическую решеточку. И, ребята, когда покупаете материалы, это я говорю для заказчика, все-таки советуюсь не только с консультантами. Они часто, конечно, довольно компетентны. Но и разговаривайте с мастерами. И, получается, в диалоге обычная истинная и выбор материала, как бы, вы сделаете правильно. Плюс мастеру, по сути дела, впоследствии отвечать за работу не консультанту. Вообще, вы видите, 3D наша плитка гипса очень сильно, грунтовка впитывает. Это также предотвратит, получается, от того, что гипсовая наша панель будет забирать слишком много влаги. И из клея, и он будет слишком быстро пересыхать. То есть, грунтовка вообще, в этом случае, жизненно, я бы сказал, необходима. Теперь нам очень важно разместиться под первый ряд. Можно выкладывать по лазеру, либо расчерчится, как мы сегодня. Плюс, бывают разные ситуации. То есть, на какой высоте начинается плитка, иногда начинается вообще не от пола. Соответственно, мы будем отталкиваться от тех задач, которые стоят перед нами. У нас полы подлиты, потом будет ламинат. И чтобы размечать ряд, мы положили два слоя подложки. То есть, там будет небольшой технический зазор, потом будет один слой ламинат. А мы, тем самым, внизу сделаем небольшой зазор, потому что у ламината есть линейные свои подвижки и расширения. То есть, два слоя подложки, ламинат, и теперь прикладываем спокойно к стене плитку. И сверху я ставлю карандашом отметку, Саша. Возьмите, пожалуйста. И аккуратно убираем, чтобы не разбить нашу дипсу. Теперь беру большой уровень, который прошел, да, Юрок у нас, Крым. Неправильно. Че? Зачем, извини? Я ее не буду, как жарить не уйдет. Теперь берем большой уровень, который у нас с Юрком прошел и Крым, и Рын. К сожалению, снизу шарик уже не видно. Выставляем, Юр, опускаем. По отметке еще чуть-чуть ниже. Еще, 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 еще. Опа. Проверяем. Чуть ниже. Юр, чуть ниже еще раз опусти. То есть, выставили. Линию прочертили на всю длину, которую нам надо. То есть, по сути дела, вот эта линия является ориентиром для верхней части первого ряда. Плюс для удовольствия я прочерчу, получается, и боковую линию, с которой начнут класть. Тут есть тоже немаловажный нюанс. То есть, у нас здесь окно, свет падает в левую от меня сторону. Соответственно, начинаем справа налево, чтобы у нас укладка шла по линии света. Так лучше, тем самым мы сразу будем видеть, как швы будут выглядеть при естественном дневном свете. Так, густоту, ребята, выбирайте не очень сильную, чтобы у нас клей был эластичный. При этом советую наносить все-таки клей на плитку, потому что, если на стену, получается довольно-таки неаккуратно. Нет возможности регулировать, получается, плитку по линиям. В общем, как-то так пришли мы к такому заключению, что надо делать это исключительно на плитку. Шватель, как вы видите, зубчатый, глубина зуба 10 миллиметров, меньше не берите, можно 12 даже. Потому что все-таки отлив, как я говорил, ручная. И может быть, диаметрия этой плитки не идеальна. Мы ее не сортировали, у нас рисунок такой, скажем, имеет определенную последовательность. Если рисунок более сложный, я вам все-таки рекомендую плитку перед укладкой еще и сортировать. Тем самым вы рисунок можете подобрать. Если есть какие-то нюансы, сразу их уже перед укладкой попробовать не то, что решить, но обыграть. Клей наносим в одну сторону, чтобы карман не было воздушно. В принципе, тут все это как с обычной плиткой или керамограммедом. Если будет небольшой карманчик, конечно, ничего страшного. Допустим процент пустоты при любых работах по укладке плитки и 3D-панели в том числе. Стараемся просто максимально равномерно и без пропусков сделать нанесение. Переходим теперь к началу нашей укладки. Здесь как плитку, то есть прикладываем вниз, аккуратно прислоняем. Не надо сильно ее приступить. Как я говорил, она очень хрупкая, ребят, с ней надо работать аккуратно. Конечно, потом можно все эти трещины, стыки, реставрировать. Но, блин, как это сложно, ребята, делать. Я вам сразу говорю, то есть прижали. И очень аккуратненько, не великий янок. Ребят, тут, конечно, использовать не надо. То есть, вот у нас будет уровень венок. Я при помощи глинышка, потому что я одну подложку сразу убрал. Прим поднимаю по линии. Тут главное не переборщить. Поднимаем. Есть. Есть. Тут у нас есть. Проверяем, получается. Наш чуть-чуть тут еще вот так. Потому что погрешности могут быть и прочерченные линии. Все, надо, ребята, проверять. А, этот что? Ну да, Юрок там шепчет. Еще много сколов, смотрите. Сейчас я поближе, Саша, скажешь, видно, не видно. Вот такие вот мелкие сколы есть у нас самой, получается, гипсовой плитки. Их придется шпаклевать. Вот это еще один момент, который, получается, надо углы держать. То есть, вот так вот все это выглядит. Берем ведро с чистой водой. Губку можно обычную кухонную. И стыки протираем от мешковка. Это тоже важно. И таких остатков, ребята, быть не должно быть. Теперь очень важный момент. Это стыковка двух панелей. Многие мастера делают это по-разному. Я вам покажу один из способов. На стык, перед тем, как поставить вторую панель, я наношу готовую, получается, полимерную шпаклевку. То есть, она выглядит вот так. Ее не надо замешивать. И мы ее на стык аккуратно, получается, наносим. При помощи чистого другого шпателя. То есть, так равномерно на стык наносим, чтобы без пробелов у нас было. От верха до самого низа. Сейчас я вам покажу вблизи, чтобы вдруг, к сожалению, снимаю все, или, к счастью, на экшн-камеру не всегда получается показать все. То есть, ребята, вот так я нанес, без всякого фанатизма. Но, с одной стороны, довольно обильно. Юра за кадром нанес вторую панель. И теперь мы ее ставим чуть в стороне. И теперь, получается, стыкуем оба края. Причем шпаклевка должна обязательно выдаваться по всему периметру. Берем также, получается, клинышки. И панель на нужную высоту, так же, получается, за гоняем. Берем, а теперь еще раз подгоняем, получается. Есть еще, смотрите, проблему. Видишь? То есть, вы посмотрите, ребята, насколько у нас толщина одной панели отличается от другой. Это называется качество заливки. То есть, если они были бы идеально отлиты, проблем особых бы не было. А теперь мне приходится, получается, вот эту панель подгонять по толщине предыдущей. Что они есть, как бы, хорошо. И вот эта вот часть может получиться не идеальной. Вот тебе и гипсовые 3D панели. Просто, как говорится, великолепно. Блестяще. Полное говно. Ребят, конечно, выровнять вот такие разные по толщине плиты, это геморрой. Но ничего другого, по сути дела, я и не ожидал. Я об этом сразу сказал. А теперь губкой, получается, мы лишки шпаклевки снимаем. Одновременно затирает стык. Если бы, блин, они были одинаковые, то можно было бы такой стык сделать практически идеальной. Но у нас, получается, все-таки... О, смотри. Это можно. Вообще. Ну, это все. Ага. И так, положено всего 2 плитки. Потрачат уровень времени. Юрок уже расстроен, потому что после того, как я закончу снимать, докладывать основную часть сниму. Геморр. Геморр, геморр, геморр. Еще раз геморр. Не надейтесь, что будет просто. Будет тяжело. Сразу предупрежать. Стык действительно вот таким способом можно сделать неплохо. На следующий день все это немножко подстынет. Можно еще пробежаться с шпаклевочкой. Если есть перепады между плоскостями, это тоже тоненький шпатель. Такой вот детка или что-то подогнать и тоже получается сводить. Сейчас мы выкладываем еще 2 плитки первого ряда и переходим, получается, на второй. Там еще немножко поснимаем, чтобы вы видели, по сути дела, вертикальный рисунок у нас получается. Не знаю, как будет получаться, но в любом случае что-то в итоге добрается. Теперь наносим, получается, на верхнюю часть, причем и на зуб тоже в обязательном порядке. Он также в этом случае важен. Здесь у нас мало чем отличается. Всю шпаклевку потом подвесом здесь чуть проще. В этом случае мы его делаем. Еще раз, кто не расслышал, я надеюсь, это покажу, но не всегда все получается показать. Шпаклевка, естественно, тянется немножко в стыке. И надо будет, возможно, и стыки где-то под шпаклевок, где-то, и где-то скволы, это нормально. Вот желательно уже второй ряд получается, предварительно перед тем, как ставить, проверять, то есть, насколько у нас рисунок совпадает. То есть, мы надавили, поставили, и теперь прижимаем. Теперь по той же схеме с отрезом шок проходим влажный губ. Где необходимо, можно тут же, не отходя от касса, скажем так, получается шпаклевки прямо губочкой добавлять. Ой, ужас, блин. Я уже посчитал нафиг, что тут надо 4,5 рядов. Да. А как ее лезать? Вот что? Как? Ножоркой по металлу. Я и болгаркой могу аккуратно отрезать. Да, она может это, у него есть внутреннее сопротивление. Ребята, кстати, тут Юра затронул вопрос, как ее резать. Обычно ножоркой по металлу, конечно, болгаркой Юрка предлагает, но там у гипсовых этих панелей есть внутреннее напряжение, вы видите, какие-нибудь колки, соответственно, может, конечно, болгарочкой. Да? Ну, да. Ну тут, блин, гипсовый камень, все-таки панель немножко тоже. Не одну и та же. Не хрень ему будет. Да. Теперь наносим, получается, и на боковой торец, и на низ второй плитки. Тут уже как-то останавливаться не положено, и уже меня подгонили. Вот. Делаем-то все так же, ребята. Вот где я чуть-чуть не докладываю, вот как здесь, приходится потом слишком сильно шпаклевать, поэтому финишную шпаклевку не рекомендую. Экономить. Не мазывайте, лучше потом все как-то подогнать, выдавить стериль губкой, и все. И стык будет получше. Ну, а потом уже все остальные ряды, по сути дела, вот этот первый день самый тяжелый. Они все делаются одинаково. А что мне еще делать? Грустить что-либо. Ребята, ребята должны понять, кто смотрит, что, ну, блин, решился, будь готов, как говорится. Пионер всегда готов. Ты пионером-то был, хоть? Я нет. Вот, конечно. Ну, а что тогда говорили-то? Ставим, подгоняем. Это самое у нас ответственное получается. Ну, так по толщине вроде совпало. Единственное, вот этот у нас чуть выше, и ничего бы тут не сделаем. Да. Это не идеально, не идеально. Ребята, шпакалывать не хочу, блин. Первый ряд идеально стоит, а этот, получается, чуть-чуть у нас получше. Выше сейчас будем подгонять чуть-чуть. Что можно сказать о конкретном вот этом варианте планета? Когда все это зашпакуется, затрется, красиво, но сейчас как бы закливку прям отвратительно. Не знаю, производителя, честно говоря, я и знать уже не хочу. Поэтому даже подсказывать вам даже негативную рекламу делать не хочу. Не очень, не очень. Все это смотрится. Не очень. Блин, что бы делать в гипсовой панели? Ну, хорошо, чтобы труд был, не такой мартышки. Все-таки надо, чтобы отливка была зная, да, его идеально. Если она чуть-чуть голову морочит, все, блин. Зато голуби, мне нужен заколад. Я не знаю, что это заколад. Я не знаю, что это заколад. И теперь я губкой еще раз пробегаю. Получается наш стык. Ребята, вы просто не слышите сколько комментариев за кадром тут сбралась делегация. И она в полном восторге. Ну, не от моей работы, скажем так, а от усилий, которые приходят, приходят. В итоге у нас оказалось 8 или 9 разбитых панелей гипсов. Мы их заказали. Прошло целых 3 недели, с не ошибаюсь, их привезли. Но пока суть до дела, я уже приключился на другой объект и доснять швы, к сожалению, не получилось. Да и желания, если честно, не было. А так за кадром два раза все швы пройдены, подшкурены. Шкурить надо очень аккуратно, брать самую нежную шкурочку R240. Но все равно косяков хватало. Дали один проявочный слой покраски. Здесь кистью, можно к раскапультом. В итоге все эти косяки еще раз подчеркнулись. Надо еще шпаклевать, шкурить, шпаклевать, шкурить, где-то подкрашивать. Короче, это очень кропотливый труд. И, как я говорил, никакого удовольствия не от работы, не от конечного результата. Если честно, я не испытываю. По сути дела, мне это очень напоминает какой-то дворец культуры, творчества и савка. Что-то такое. Вот прям, прям, где-то я такое уже видел. Короче, я разошелся мысли по делу. По итогам, я надеюсь, видео кому-то поможет в монтаже 3D панели гипсовой или отговорит кого-то от покупки этих панелей и задействований в своем ремонте и отделке. В общем, смотрите сами. С вами были парни с камнем. Делать своими руками делайте хорошо или старайтесь делать хорошо. Всем, до новых встреч, пока. Ящик лишь. А, да? Ну, хорошо. Он сказал, в раскладке там я посчитал, в раскладке. Может быть, хорошо. Вообще, подожди. Да что же, вот такие громкие-то, блядь, глушите мне, блядь, звук. Поэтому я постелил на пол два слоя подложки и получается палку ламината. Тем самым, то есть, я теперь понимаю, могу спокойно поставить. Да, говорю? Что-то я запутался. Это было хорошо видно на стене. Впоследствии тоже будет понятно, почему. Разные ситуации. Хоть, че с дерью? Где мой этот психолог ушла? все, ладно. Да была нужна психологическая помощь, но все. Ну, ее нереально, ее даже. Вижу я. Ее нереально будет свести. Получается. Ее, конечно, можно эту чуть-чуть, но эту тоже запутать. Она должна быть одинаковой толщины. Ты не прибьешь ее, нет, все. Вот. И то, я офигею, десятка, десятка. Не, можешь, расскажешь на камеру, что ты думаешь, а ты это порой, все. Само говно. Какое емкое слово ты подозрал. это, то, но, это, Продолжение следует...